Я начну свое слово в Георгобу, День Георгия, с первого послания к Коринфянам, апостола Павла, 13 глава. Это нужно будет вообще знать всем людям, наизусть выучить, чтобы потом это все просочилось к нам в сердце. Там Павел описывает свойства настоящей любви. И он говорит вначале, что если бы я говорил языками человеческими и ангельскими, а любви не имел, то был бы как медь звенящая. А если бы имел такую веру, чтобы горами двигать, а любви бы не имел, то я бы был ничто. А если бы я раздал все свое имение и тело свое отдал на сожжение, а любви не имел, то нет мне в этом никакой пользы. Почему мы с этого начнем? Потому что это впрямую относится к великомученику Георгию. Святой Георгий раздал все. Перед тем, как пойти на страдания, будучи богатым человеком, он, как пишет канон, намазал себя елеем милости. Элеос этот греческий – это и милость, и масло. И он, как борцы мажутся маслом, на арену выходят, чтобы их было трудно схватить, так нужно укрепить себя милостынями, ты тогда намазываешься, становишься скользкий для дьявола, он тебя не может схватить, он скользит по тебе. Милостыня – великое дело. И потом пошел он на мучение, его не то что сожгли, его 8 дней мучили. Мучение Георгия собрало к себе взгляды всей вселенной. Кто мог? Если бы его сегодня мучили вот так вот, на него бы направлены были телекамеры всего мира. Мы бы целую неделю, весь мир бы смотрел, как убивают одного человека и не могут убить. Закапывают в яму с негашиной известью. Выкапывают, думают, кости одни заберут. Нет, он живой, молится. Гонят его вокруг города в железных сапогах с гвоздями внутрь. Он бежит так, что обгоняет своих мучителей. Бежит, как будто он в рай бежит в этих сапогах, полных крови. Его ломают ему то, что мы сегодня празднуем, колесование. Ломают его, как только могут. Господь Бог дает ему обратно здравие телесное и душевную бодрость дальше мучиться. Совершенно невозможные вещи. Их трудно представить. Но если бы он не имел любви, то это было бы бесполезно. Потому что, согласно апостолу Павлу, раздание имущества, отдание тела на сожжение, чудотворная вера, Георгий имел чудотворную веру. Он воскресил мертвого. В доказательство христианской веры он поднял из гроба мертвеца. И это не доказало никому ничего, кроме тех, кто имел сердце более-менее мягкое и открытое. То есть Георгий сделал все, о чем Павел говорит. Он имел чудотворную веру, дар пророчества, отдал все имущество и пошел на самые лютые казни, которые бы хватило на всех. Вот сколько нас здесь есть, нам бы это все разделить, и мы бы поумирали. А ему это все на одного засыпалось, и он остался. Но если бы он любви не имел, дорогие христиане, то это было бы ничто. И апостол Павел как раз там пишет, что мы не все апостолы, мы не все пророки, и не у всех есть дар исцеления, и не у всех есть силы духовные, но покажу вам путь больший, ревнуйте все в этом пути. И дальше он как раз про любовь говорит, потому что любовь должна быть отличительной чертой всех христиан. Вы знаете, что непростые отношения между государством Российской Федерации и государством Грузии. Очень непростые. Разные причины, это мы не политики, мы в этом не разбираемся. А здесь есть сложности между русскими христианами и грузинскими христианами? Нету. В церкви нету сложности, вот здесь у нас нету. Я так себе думаю, если бы вся Россия была церковью, и вся Грузия была церковью, между Россией и Грузией не было бы проблем, потому что здесь проблем нету. Здесь общая евхаристия и общая молитва на разных языках. И мы понимаем, что мы говорим, даже если языка не учили, потому что у нас один дух, одна вера, одно апостольское учение, одно предание. У нас все одно. И наоборот, даже хорошо, что у нас много разного такого в нюансах, потому что тогда мир интереснее. Если бы мир был одинаков, то мы были бы манекены, а не люди. Мы должны быть разными. Представьте, что по небу летят квадратные облака одинакового размера. Вы на небо смотреть не будете, оно будет неинтересное. Представьте, что в лесу все деревья в один рост с одинаковым количеством веток. Это не лес, это издевательство. Мы тут в таком лесу грибы собирать не будем. И грибы будут одинаковые все. Это ужасно. Все должны быть разные, но все должны быть вместе. Это воля Божия. Божия воля, чтобы мы все были разные. Высокие, низкие, толстые, худые, многодетные, бездетные, мудрые, немудрые, богатые, бедные, но все вместе во Христе Иисусе Господе нашим. И в церкви это есть. Поэтому, когда мы говорим про вот эту святую любовь, которая так не хватает. Говорят, а что тебе не хватает? Разбуди ночь у человека. Что тебе не хватает? Ну, скажи, денег. Ну, потому что их вечно не хватает, у них такое свойство. А настоящая нехватка у человека – это именно любовь. Любовь доктора к пациенту, любовь пациента к доктору, любовь мамы к детям, любовь детей к учителю, любовь человека к человеку вообще. Я должен любить вас, независимо от того, кто вы. Не спрашивая о вере, даже должен любить вас. И вы меня, и каждый друг друга. И вот этого нам не хватает. И первое, что мы здесь в этой любви, мы нищие люди, мы стоим такие бедняки, рассуждаем о сокровищах. Понимаете? Когда мы говорим о любви, то мы находимся в положении такого попрошайки, такого бомжа, который рассуждает о золотом запасе. У нас нет любви. А если есть, то такая маленькая, что нам стыдно. И первое, что мне хочется сказать вот в этом отношении, это чтобы мы любили нашу церковь, потому что она вообще сама любовь и есть. Мы это все здесь видим. Если бы церковь забрать из мира, мы бы сожрали друг друга на следующий день. Мы даже бы не поняли, почему. Если церковь забрать из мира, мир станет зверинцем, в котором откроют клетки, и все звери выйдут на свободу и начнут сжрать друг друга. Беспощадно и бессмысленно. Только церковь сохраняет еще то положение, что люди друг друга не едят. Это сказал, между прочим, в 19 веке человек, живший здесь, в Москве, но не имевший на себе иерейского или архиерейского сана. Это сказал Николай Васильевич Гоголь. У него, когда Бог ему открыл глаза, он сказал, дьявол вышел в мир без маски. В 19 веке, до Хиросимы и Нагасаки, до Гулага и Освенцима, до всех этих кошмаров, ну, конечно, до ковида. Он сказал, что дьявол вышел в мир без маски. А еще сказал, если люди не едят друг друга, то причина этому только одна. В мире постоянно совершается божественная литургия. И она действует на всю вселенную, и на тех, кто верит и не верит, на тех, кто наш и не наш. На таксиста киргиза она тоже действует. И на строителя таджика она тоже действует. Божественная литургия. И на нас, конечно, она действует. И мы не едим друг друга. И у нас не умирает совесть. И мы пытаемся любить друг друга. А любить, значит, прощать, терпеть, понимать, вникать, стараться помогать друг другу. Это все дает нам церковь. И литургическое церковное священодействие. Тайна тела и крови, тайна взаимного братского целования, тайна святого крещения, тайна брака, тайна молитвы совместной. У нас таинств много, их не семь. Их сто семь, наверное. Колокольный звон это таинство. Я знаю одну историю, когда женщина на аборт пошла. И уже легла на это проклятое кресло. Простите меня, уже ноги раздвинула. Уже врачки подошел с железяками этими, чтобы убить человека. И вдруг в окно ворвался колокольный звон. Был праздник какой-то, она уже не помнит какой. И ее колокольный звон сорвал с этого кресла. И она поправилась там, наделась такой. Пулей выбежала из дома. В смысле из этого, из больницы. И ее сыну сегодня уже 38 лет. Слышите? Колокольный звон это чудо. Это таинство. Освящение воды это таинство. Крестное знамение это таинство. У нас таинств сотни. И все, а главное таинство одно. Христос воскрес. Вот главное таинство. Церковь Бога Живого существует, и врата адова не одолеют ее. Вот таинство. И вот мы живем в этом мире любви. И пользуемся этой божественной любовью. Этим истощанием Господним, как богословы говорят, как Павел пишет. Когда Господь как бы пролился, как вода, которую нельзя собрать. Как он отдал себя до последнего полностью. И мы этим истощанием божественным обогатились. То есть его нищетой мы обогатились, его унижением возвысились, его кровью омылись, его страданием спаслись. И наша мечта такая должна быть, чтобы все люди это познали. Все люди в Грузии, все люди в Москве, все люди за Уралом, все люди на полярном круге. Чтобы все люди знали это. Что сделал Христос для нас? Кто он такой? И как он действует в мире до сегодняшнего дня? Тайно и сокрыто. И как он потом явит лицо свое святое, грозное на грешников, в день великой славы и страшного суда. Для того, чтобы нам жить в царстве любви, нам нужно немножко меньше думать про себя. Потому что если сердце занято собою, у тебя не остается в сердце места для того, чтобы пустить туда кого-то еще. Люблю себя, переживаю о себе, думаю о себе, боюсь за себя. Где там будет место для тебя, чтобы я за тебя боялся, за тебя переживал, за тебя думал, за тебя помнил. Люди забывают друг друга на второй день. Родственники забывают человека через месяц после смерти. Хотя вроде бы жить без него не могли. А потом суета, суета, маята, маята. Вроде был ли мальчик? А вот был человек, нет человека и все. А это от того, что мы действительно суетные и любим себя, переживаем о себе, боимся о себе. Как мы себя дорогого боимся потерять или оскорбить, или унизить. Или вдруг там заболеть, или вдруг что-нибудь еще. Это трусость наша, тотальная, повсеместная. Это не от Духа Святого. Это не от Иисуса Христа. Это не от великомученика Георгия. А хоть бы, Господи, сохрани, трупы лежали на улице, непогребенные, как в блокадном Ленинграде. А все равно нужно исполнять заповедь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите. Это воля Божия во Христе Иисусе у вас. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, доброго держитесь. Это нам сказано все времена, что бы ни было. А мы живем сыто, тепло, одето. Слава Богу, здесь самолеты над нами бомбы не кидают. И никто пока что с оружием по улицам не ходит. Мы живем в мире сытости и тепле. Но нету счастья у нас, потому что нету мира в сердце. Нету мира в сердце эгоиста, слышите? У эгоиста мира нету никогда. Как только начнешь забывать себя, плевать на себя, плюньте на себя иногда, хоть иногда, ну хоть в зеркало, хоть в отражение свое, потому что вы ничего не значите без Господа. Без Господа вы никто, и без церкви вы ничто. Мы просто злые зверьки, выбившиеся из зоопарка, если мы не с Богом и не со святыми его. Вот нам задача такая маленькая, мы не можем быть как Георгий. Его там ломали, понимаешь, бедного на части 8 дней подряд. А нам тут, понимаешь, палец порежем, и мы будем плакать полдня. Там некоторые панически боятся той болезни, этой болезни. Да не надо бояться этого Иисуса сладчайшего. Разве ты нам рай не подарил? В чем мы все боимся? Надо бояться только одного. То есть зараза, что нас в рай не пустят, это грех наш. Говорит, рада бы душа в рай, но грехи не пускают. Вот я и хочу вам сказать, наконец, уже, дорогие христиане, что если бы Георгий любви не имел, это резание, ломание, его плоти бедной не было бы ему в пользу. И раздача милости бы в пользу не была. И двигание горами, и воскрешение мертвых в пользу бы ему не было. Нужно иметь любовь. И в этом мы должны быть одинаковые. У тебя больше знаний, у меня меньше знаний. А любовь у нас одинаковая. Ты знаешь три языка, я знаю два языка. А любовь у нас одинаковая. Ты прожил на свете 70 лет, а я только 50 разменял. А любовь у нас одинаковая. Мы должны быть в любви одинаковые. Во всем остальном можем быть разными. Это неважно. Во второстепенном полная свобода. В главном единство. А во всем любовь. Это принцип жизни по блаженному Августину. Вот давайте будем стремиться к этому. Думать друг о друге. Переживать друг о друге. Ни на кого волком не смотреть. Никого врагом не считать. Кроме греха и дьявола. Нас на земле могут быть все друзья. Нас Бог в мир послал, чтобы мы врагов не набирали. Чтобы мы со всеми дружились. Чтобы мы даже врагов в друзей превращали. Благодатью Христовую такое возможно. Ну и дальше закончим тем, что Павел пишет про любовь. Любовь не завидует. Чтобы вы понимали, куда идти. Если у вас есть то, что он пишет, значит вы в духе. Если нет этого, а есть противоположное, значит нам только начинать работать. Любовь не завидует. Не превозносится. Не гордится. Не ищет своего. Не раздражается. Не любит зла. Не радуется о неправде. Радуется о истине. На все надеется. Все терпит. Все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя пророчества умолкнут. Вера оправдится. И царство наступит. А любовь останется. Только умножится. Вот в это царство света, где уже находится святой Георгий, который так любят все христиане по всей вселенной. Мы с вами и идем. Куда мы еще идем? Туда. Мы назад идем? Нет, только вперед. А впереди кто? Христос на троне. Христос во славе. Тайновидец и сердцеведец. Знаток нашего сердца. Человек, Бог и человек. Человек Иисус Христос, который до конца, как рентген, просвечивает всю темноту сердца человеческого. К нему, Иисусу сладчайшему, купившему нас навеки себе в собственность, кровью своей и честной, в достояние себе. Мы и идем. В он и страшный день нашей встречи личной. Вот сейчас я смотрю на вас, вы на меня. Нам что-нибудь мешает? Стенка, пленка, стеклышко затемненное. Ничего. Я вижу вас. Вы видите меня. Будет великий день, когда вы увидите Христа. И я увижу Христа. Лицо в лицо. Глаза в глаза. И я вам честно скажу, я сгорю, как свечка, в жаркий день. В секунду. От стыда и страха, если не приготовлюсь к этому дню. И если он меня не помилует. И вы сгорите, как свечка, в жаркий день. В одну секунду, если он вас не помилует, а вы к этой встрече не приготовитесь. Вот мы и готовимся к этой великой встрече с Господом нашим, Иисусом Христом, за которого мучили Георгия, за которого отсекли голову Варваре, за которого расстреляли тысячи людей в нашей здесь родине, этой бедной России, ставили к стенке каждый день по сто человек и завозили в Бутово, и там стреляли на крови ямы. За него, за сладчайшего Иисуса, который наш общий Господь и Царь. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Последнее. Храни Бог, Церковь, без которой нет жизни. Еще раз. Аминь. Аминь. Аминь.